На этих выходных на площади юбилейной прошел парад колясок. В нашем городе он проходит уже в четвертый раз. И несмотря на изнуряющую жару, доставил удовольствие не только участникам, но и зрителям. Коляски, трансформированные в произведение искусств, участвовали в пяти номинациях. Ретро, гламур, сказочная страна, национальные мотивы, кукольная мама. С каждым годом Печорский парад колясок становится все ярче и интереснее. У нас, во-первых, каждый год все проводится по-разному. Стараемся и сценарии, и, собственно говоря, и сами участники каждый год разные. Но корректив состоит в том, что если в предыдущих годах мы проводили это совместно с отделом культуры, в этом году мы проводим только сами. Союз женщин взял на себя такую смелость выйти на площадь и организовать такое городское мероприятие. Организаторы мероприятия, конечно, ожидали увидеть большее количество участников. Но родители и малыши в колясках, которые все-таки смогли прийти на праздник, получили бурные аплодисменты зрителей. Ведь важно было не количество нарядных колясок, а их качество. Мы, конечно, немножечко в этом году такие рамки поставили участников, поскольку нужно было предварительно зарегистрироваться. Поскольку мы в этом году определили номинации по внедрению своей фантазии, как говорится, в дело. Но дело в том, что самих участников зарегистрировалось немного. Но поскольку мы развешивали все объявления по магазинам, по детским магазинам, по аптекам, ну, в общем, по таким учреждениям, где больше всего, в общем-то, мамочки приходят, обращаются. Сыночек-ангелочек, гламурная Барби, будущий офицер в коляске защитного цвета, крош из мультфильма «Смешарики». Действительно, у наших печерцев с фантазией все в порядке. Но еще задолго до начала мероприятия победитель всем стал очевиден. Годовалый украинский хлопчик в хате, украшенной подсолнухами, влюбил в себя всех, без исключения членов жюри. Готовились мы в течение недели. В понедельник узнали о том, что будет проходить. И вот, собственно, в течение недели совместными усилиями всей семьи подготовились к конкурсу. Ну, тут решающую роль решили наши корни. Я наполовину украинка. У мужа тоже есть, по-моему, украинские корни, белорусские. Вот, так что, в принципе, долго думать не пришлось. Жених да невеста, тиле-тиле-тесто. Так и хотелось прокричать вслед другим участникам парада. Эта парочка устроила на площади юбилейной настоящую русскую свадьбу с цыганами, танцующими, медведем, свидетелями, свидетельницей. И, как это часто случается на таких мероприятиях, жених, не дождавшись финала, приспокойно уснул, возложив миссию получения подарков и поздравлений на хрупкие плечи своей невесты. Дело в том, что мы с мамой нашей невесты дружим сами с яселек. Прошли очень много вместе. У нас разница у детишек всего полтора месяца. Поэтому сам Бог велел придумать такую тему. Две ночи кропотливо все пришивали. Это же две коляски. Это не одна коляска. Мы очень долго их пытались соединить. Вот что получилось. Парад колясок – это красивое зрелище. Большой подарок печорцам ко Дню защиты детей. А те мамы, папы и маленькие обладатели колясок, которые не смогли поучаствовать в шествии, смогут это сделать в будущем году. Ну а включать фантазию и начинать творить можно уже сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!